Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре будет многофункциональный или даже многоцелевой пусковой бустер, он же Jump Starter BitEat G18. В классическом понимании Jump Starter необходим для пуска двигателя автомобиля, если родная аккумуляторная батарея села или вышла из строя. Такие ситуации случаются крайне редко и поэтому оправдывать покупку Jump Starter лишь тем, что он необходим в аварийных ситуациях очень сложно. И здесь производители подобных устройств идут на расширение функционала, чтобы автомобилист мог пользоваться этим устройством регулярно, а не только в аварийных ситуациях. В данном случае бустер BitEat G18 помимо возможности запускать двигатель оснащен еще такими дополнительными функциями, как беспроводная зарядка, два USB порта, порт Type-C, компас и фонарик. Встроенный светодиодный фонарик может работать в нескольких режимах, включается он удержанием одной единственной кнопки на корпусе пускового устройства и здесь предусмотрен режим постоянного освещения, а также несколько проблесковых режимов. Оба USB порта имеют ток заряда 3 А и соответственно от них можно одновременно заряжать два портативных устройства. Также ток 3 А имеет и разъем Type-C, который находится сбоку. Этот разъем работает как на вход, так и на выход, то есть он предназначен и для зарядки самого бустера и для зарядки портативных устройств. Но самая полезная вещь здесь это конечно же компас. Конечно при наличии смартфона, тем более при возможности его зарядки, функция данного устройства сильно нивелируется, но тем не менее, когда все полностью разрядится, вы будете где-нибудь в чаще леса собирать грибы, эта штука может вас спасти. Но если отбросить шутки про компас, то данный джемстартер как минимум интересен тем, что позволяет одновременно заряжать несколько портативных устройств. Тем более, что ток заряда у всех выходов 3 А, а это говорит нам о быстрой зарядке. Но и это еще не все. Как я говорил в начале видео, девайс также поддерживает функцию беспроводной зарядки. То есть мы просто кладем смартфон на джемстартер и он начинает заряжаться. Я тестировал эту зарядку еще с моим противоударным чехлом. С чехлом она работает очень плохо и через раз. Поэтому если у вас толстый чехол, то его для зарядки скорее всего придется снять. Но без чехла все работает идеально, причем смартфон можно ложить любой стороной. Переживать о том, что после зарядки нескольких портативных устройств джемстартер сядет и не сможет выполнить свою основную функцию пуск двигателя, вам не придется как минимум по нескольким причинам. Во-первых, в инструкции сказано, что устройство рассчитано примерно на 30 пусков двигателя. А во-вторых, емкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 21000 мА. Это очень много и в принципе хватит как для зарядки смартфонов, так и для пуска двигателя. Но и на этом зарядные возможности данного бустера не заканчиваются. Здесь есть еще один интересный разъем, который способен решить определенные сложные задачи. Правда для него понадобится специальный адаптер. Это разъем на 10 ампер, к которому обычно подключается адаптер с гнездом прикуривателя. И к этому адаптеру можно подключить любое устройство, которое питается от прикуривателя. На природе это актуально, например, при использовании автомобильного холодильника. В общем, зарядные устройства этого бустера достаточно впечатляющие, но и пусковые возможности не менее впечатляющие. Здесь пусковой ток до 2000 ампер. Как говорит производитель, этого вполне достаточно для пуска бензинового двигателя объемом до 8 литров и дизеля объемом до 5 литров. То есть какой-нибудь американский субурбан объемом 7,4 литра вполне по зубам данному бустеру. Для пуска двигателя необходимо выполнить всего две простые манипуляции. Подключить плюсовые клещи клеммам аккумуляторной батареи, естественно соблюдая полярность. И подключить адаптер пусковых клещей к самому джам-стартеру, после чего у нас будет 35 секунд для пуска двигателя. Также на этом дисплее начнет отображаться напряжение, которое выдает бустер на бортовую сеть автомобиля. Основное неудобство использования джам-стартера разве что будет заключаться в том, что если в течение 35 секунд вы не успеете запустить двигатель, то устройство нужно будет, скажем так, перезапустить. Можно просто отсоединить пусковые клещи от джам-стартера и затем снова подключить. После этой процедуры у вас будет 35 секунд для пуска двигателя. После трех попыток запустить двигатель, удачных или неудачных, устройство может перегреться, и ему нужно дать 2 минуты для остывания, после чего можно снова производить попытки запустить двигатель. Правда неудачные попытки пуска двигателя с учетом тока 2000 А навряд ли возможны. Единственный вариант это неисправный автомобиль. Наш же автомобиль полностью исправен, и поэтому мы можем перейти к тестированию. Итак, у бустера заряд 100%, и сейчас с его помощью я попробую несколько раз запустить двигатель нашего подопытного автомобиля. Клеммы уже заблаговременно отсоединены, чтобы имитировать полностью севший аккумулятор. Возражение, что севший аккумулятор при использовании бустера заберет на себя часть пусковых токов и снизит его эффективность, не принимается, так как бустер подключается параллельно, а не последовательно. И поэтому эффективность бустера, даже если аккумулятор полностью севший, не меняется. Мы это проверяли, в принципе, и соответствующее видео есть на нашем канале. Все, бустер подключен, система запитана, сигнализация включилась, теперь можно проводить пуск двигателя. После первого пуска бензинового двигателя 1.4 уровень заряда у нас снизился на 6%, и теперь составляет 94%. Заново подключаем бустер к клеммам и проводим еще один пуск. Второй пуск двигателя у нас прошел, можно сказать, без потерь. Уровень заряда по-прежнему 94%, возможно, здесь немножко некорректно показывается уровень заряда. Сейчас попробуем завести машину третий раз и посмотрим, возможно, теперь уже уровень заряда упадет сильнее. После третьего пуска заряд тоже не изменился, он по-прежнему составляет 94%. Результатами теста я, в принципе, доволен. У нас было три абсолютно беспроблемных пуска двигателя, в результате чего бустер потерял всего лишь 6% своего заряда, что на фоне 21 А емкости очень мало, и это говорит нам о высоком ресурсе данного устройства. Что касается комплектации, то она не такая богатая, как функционал джамп стартера. В комплекте, помимо самого бустера, мы найдем пусковые клещи и кабель USB на Type-C, который используется для зарядки бустера от любого USB разъема. К сожалению, сетевой адаптер, либо отдельная сетевая зарядка в комплекте отсутствует. Также в комплекте отсутствует адаптер для разъема прикуривателя, который, как я говорил, можно использовать для подзарядки холодильника на природе, хотя такой разъем предусмотрен в самом пусковом устройстве. Все это дело упаковано в красивый полужесткий кейс с фирменным логотипом, и примерно в таком виде это может храниться где-нибудь в багажнике или бардачке вашего автомобиля. На этом у меня как обычно все, если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.